Традиционное заседание областного правительства на этот раз состоялось в Палихе. Вице-губернатор посмотрел, как обстоят дела на предприятии по выпуску молочной продукции. Оно было создано три года назад на базе бывшего Палихского молокозавода. За это время здесь была проведена реконструкция производственных помещений, установлено новое оборудование. Здесь не было ни одной единицы оборудования. Это было в феврале 2010 года. За три года вы видите, какие произошли изменения. Приобретено очень много хорошего нового оборудования. Это, во-первых, наш основной продукт творожный, поэтому у нас установлены дополнительно два узла пастеризации и восстановления молока. Куплено оборудование для переработки натурального молока, куплено оборудование для фасовки. На заводе производят 70 номинований молочной и масло-жировой продукции, почти 20 тонн в день. Предприятие работает в три смены. Сейчас завод в основном выпускает продукцию с добавлением сухого молока. Но поскольку спрос на натуральный творог и сметану растет год от года, планируется запустить линию натуральных продуктов. С 1 октября мы планируем запуск нового цеха, в котором будем работать только на натуральном сырье. И наш покупатель нам диктует такой спрос, что все-таки становится востребована более натуральная продукция. Там мы будем выпускать творог, сметану, йогурты. Все это будет выработано на натуральном молоке. Модернизации предприятие осуществляет за счет собственных средств. Общий объем инвестиций за три года составил 64 миллиона рублей. Но на этом собственник завода останавливается не намерен и продолжает вкладывать деньги в развитие производства. В планах строительство новых складских помещений для хранения готовой продукции и сырья. Рентабельность 5% уверенно и где-то 7-8% по отдельным видам продукции они достигают. Это хорошие показатели для такого вида производства. Во-вторых, все то, что мы увидели, все, что нам показали, это те средства, которые заработаны на этом предприятии, вложены в само производство. Пока на мокозаводе переживают только по одному поводу. Если объемы производства будут расти и дальше, натурального молока будет не хватать. Местные власти проблему обещают решить. Кроме того, департаментом сельского хозяйства принято решение оказать поддержку в рамках новой госпрограммы.